В эти выходные Саратов принял участие в акции «Ночь музеев». Каждый из храмов культуры постарался придумать такой сценарий, чтобы посетители не пожалели, простояв в очереди больше часа. Чем удивляли горожан самый известный музей Саратова, узнала наша съемочная группа. Такая очередь в музей Радищева выстраивается раз в год и означает, что в Саратове стартовала всероссийская акция «Ночь музеев». Все залы работают бесплатно. Скоротать время в очереди помогает фотосессия с живыми скульптурами. Неподвижно в одной позе в специальном гриме артисты мимы могут выдержать час и более. Радищевский музей назвал свою программу «Саратовский монмартр». Музыкальное сопровождение для ожидающих встречи с прекрасным обеспечивает военный оркестр. Музей писателя Федина по законам жанра сделал акцент на литературной тематике. Здесь открылась выставка «Страна Гайдарика». Этот чердак в разобранном виде привезли из музея Санкт-Петербурга. Доски, штурвал, сигнализации из консервных банок. Сверяясь по книге Тимур и его команда, собрали штаб пионеров и наполнили его вопросами-загадками. В этом штабе есть все необходимое для того, чтобы совершать подвиги вместе с героями. И совершить перелет вместе с Чкаловым. И полной опасности. И спасти попаницев, которые терпят бедствие на льдине. И ликвидировать аварию на Кировском заводе. И многое-многое другое. Победам в науке, труде и, конечно, Великой Отечественной войне посвятил свою ночь областной краеведческий. Каждому посетителю выдали карту, по которой нужно было отыскать подсказки, послушав экскурсию. Их вели не только работники музея, но и волонтеры. Сергей Степанов увлекается военной историей. Давно дружит с Музеем краеведения. Даже делится экспонатами для выставок. У меня отец участник войны. Я сюда сдавал и форму одежды военную, и награды. И даже вот эти награды, видите, это моего отца награды. Он меня еще просил, когда был жив, носи мои награды. А я говорю, пап, я же не могу носить твои награды. Ну вот такие мероприятия. Мне кажется, что рядом отец со мной. Это его награда. Ну а как бы здесь. Атмосферу военной поры создавали костюмы, танцы и песни. В некоторых залах люди задерживались дольше. Шли именно на звук. Очень понравилось. И почаще надо делать такие вещи. Потому что люди все разрозненно живут. Это объединяет. Мы все тут в группе. Все мы улыбаемся друг к другу. Ходим все приветствуем, улыбаемся. Это здорово. Эта атмосфера подкупает даже тех, кто обычно обходит музей стороной. В Краеведческом рассказывают, как однажды на такую вот ночь попал военный из района. И вернувшись, рассказал в своей части, что он был в музее, где было, цитирую, круче, чем в любом ночном клубе. И он сюда стал приезжать каждый год. Мало того, вместе с ним стали приезжать ребята из его части. И сейчас как раз они здесь. В региональном министерстве культуры посчитали, что эту ночь предпочли провести в саратовских музеях более 30 тысяч человек. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.